Когда мы выполняем физические упражнения, то заставляем наши части тела двигаться относительно друг друга с большой амплитудой и высокой скоростью. Во время таких движений наши мышцы, сухожилия и связочный аппарат подвергаются сильной механической нагрузке в виде растяжения. Почему же при выполнении акробатических элементов, занятиями единоборствами или выполнении любых других скоростных амплитудных движений наши мышцы не рвутся? Это связано с тем, что в нашем организме существуют защитные механизмы, которые регулируют мышечный тонус. Одним из таких является миототический рефлекс. Миототический рефлекс, другое название рефлекс на растяжение или стретч-рефлекс, это механизм, который изменяет мышечный тонус в ответ на изменение длины мышцы. Он позволяет поддерживать постоянство позы, удерживать равновесие и предотвращать травматизацию мышц при быстрых или амплитудных движениях. Неправильная работа этого рефлекса говорит о нарушениях нервной системы. Именно поэтому в клинической практике обязательно используется тест на стретч-рефлекс. Разберемся с механизмом его работы. Удар молоточком по сухожилию приводит хоть и к незначительному, но быстрому растяжению мышечных волокон, в том числе и волокон с нервными окончаниями, реагирующими на растяжение. Они называются мышечная веретена. Сигнал от мышечных веретен поступает в спиной мозг. В спинном мозге этот сигнал передается на двигательный нейрон. В ответ на этот сигнал, мото-нейрон дает команду на сокращение квадрицепса. То есть миототический или стретч-рефлекс это сокращение мышцы в ответ на ее растяжение. Степень силы ответного сокращения напрямую зависит от силы воздействия. При слабом воздействии ответ будет незначительным. При сильном воздействии ответная реакция также будет сильной. В спортивной практике этот рефлекс защищает мышцы от повреждений. Например, при ударе по мячу именно рефлекс растяжения не дает порваться под коленным сухожилием и связочному аппарату. Во время удара мышцы задней части бедра быстро растягиваются. Мышечные веретена передают сигнал в спиной мозг. В ответ мотонейроны дают команду к сокращению этих мышц и их напряжение останавливает дальнейшее движение. Точно так же при метании работа миотатического рефлекса помогает защитить локтевой сустав. В момент броска локтевой сустав быстро разгибается, что сильно растягивает мышцы, которые его сгибают. Это заставляет включить все вышеперечисленные механизмы, что повышает мышечный тонус двуглавой мышцы плеча и плечевой мышцы и останавливает дальнейшее разгибание в локтевом суставе, чтобы не допустить травматизации суставной капсулы, связочного аппарата, а также самой мышцы или ее сухожилий. Если вам понравилась тема этого ролика, напишите об этом в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok